Наступил март, и Google для разработчиков выпустила первую превью версию нового Android, теперь уже под названием Pi. Если в последние годы это происходило в конце марта, то сейчас почти в начале. Нововведений много, и не будем гадать, как будет называться новый Android Pi. Версий тоже много, слухи есть, посмотрим уже в релизе. Кто уже сейчас может попробовать девятый Android? Владельцы Pixel, Pixel XL, Pixel 2 и Pixel 2 XL. Она рекомендована только разработчикам, и для обычного пользователя смысла не имеет, потому что бета очень нестабильная. Как вы могли заметить, из списка поддерживаемых устройств выпали Nexus. Будем следить за этой ситуацией, но вообще Google планирует сделать 5 бета-сборок. Вторая выйдет в конце мая, третья — в начале июня, четвертая — в конце июня и пятая — в середине лета. Но релиз состоится в третьем квартале, то есть либо в конце августа, либо в начале сентября. Итак, что нового в Android Pi Developer Preview Beta 1? Часы в статус-баре переместили в левый угол. Первое, что видишь после разблокировки. И для Android это моветон, конечно, но сделано специально для смартфонов с вырезом, как у iPhone X. На прошедшей выставке МВЦ таких было очень много. Уж поверьте, это тренд на ближайший год, и, честно говоря, такой себе тренд. Сюда же закидываем совсем кричащую особенность из настроек дисплея. Тут буквально можно включить вырез экрана. Но производители клонов десятки однозначно оценят функцию только в 2019 году, потому что все их новинки на седьмом или восьмом Android, а оптимизировать новый Android — дело, как говорится, не быстрое. Но очень приятно, что Google следит за трендами. Сделано это в первую очередь для разработчиков, чтобы они оптимизировали приложение. Система сама будет определять негативную область, то есть вырез и соответственно подстраивать интерфейс. Дальше. Google снова обновила дизайн уведомлений и всего меню быстрых настроек. Вызывается он с небольшой вибрацией, которая отключается при желании. На уведомления можно отвечать, формируя мини-чаты, то есть вы видите часть переписки. Здесь же всплывают и готовые варианты ответов. Кроме того, уведомления научились отображать превью изображений и аватары пользователей. Также появилась возможность блокировать группы каналов уведомлений. Вспоминаем теперь iOS и, о боже, спасибо Google за нововведения в уведомлениях, которые, кажется, на десять лет уже обогнали наработки Apple. И это без шуток. Кнопки быстрых настроек теперь пролистываются вертикально, они горизонтальны и в целом очень похожи на Samsung. Выглядит не очень симпатично, но вспоминаем, что бетка только первая. Что нового в этих иконках? Ночной режим меню сразу отображает расписание. Кнопка режим экономии энергии теперь не меняет цвет панели уведомлений на оранжевый. Функция «Не беспокоить» лишилась разных режимов и предлагает заглушить уведомления до того, пока вы сами не отключите функцию, либо активировать себя на определённое время. Так удобнее и приятнее, согласен. Следующее. Если отключить автоматическую ориентацию экрана и при этом перевернуть телефон, то в баре навигационных кнопок появляется иконка поворота экрана. Нажимаешь и экран переворачивается. То же самое работает и в обратную сторону. Это просто гениально. Это суперудобно. И не нужно каждый раз переключать иконку автоматического поворота экрана. Можно, в принципе, её выкинуть из шторки уведомлений с быстрыми настройками. Дальше. Новые анимации. Они почти везде. И они прекрасны. Переключение между приложениями, открытие страниц и так далее. Выглядит всё очень хорошо. Теперь, зажав кнопку включения, можно делать скриншоты. Во всплывающем меню появилась соответствующая кнопка, сразу же можно отредактировать и отправить. Меню выключения – не единственное всплывающее меню, которое изменилось. При нажатии на качельку громкости всплывает окно как раз в том месте экрана, у которого находится большой палец. Его можно расширить и изменить громкость звонка или мультимедиа отдельно друг от друга. По умолчанию изменяется громкость мультимедиа, а не звонка, как раньше. Плюс ниже есть смена режимов со звуком, не беспокоить и вибрациям. Вот, для людей же сделано. Вид открытых папок на рабочем столе слегка изменился. Pixel Launcher тоже другой, новый поиск, больше закруглений и поприятнее видок, хотя зачем доку добавили подложку – не ясно. Посмотрим, что в настройках. Тоже обновился дизайн, меню поиск изменилось, иконки стали разноцветными, ориентироваться стало проще, но выглядит хуже, как будто TouchWiz какой-то. Пункт батареи опять освежился, режим экономии энергии можно активировать автоматически при 70% зарядом. Отдельно вынесена информация о времени, прошедшего с полного заряда, и времени работы экрана. А ещё в параметрах приложений команды «Остановить» и «Удалить» спрятали в выпадающее меню. Пасхалочка, как же без неё? Весьма психоделическая. Если заблокировать телефон и разблокировать, меняется цвет экрана, к тому же её и зумить можно залипательная штука, в общем. Если зайти в опции для разработчиков, можно включить демо-мод, время сразу меняется на 10-10. Почему именно такое? В этом году исполняется операционке 10 лет, может быть поэтому, вряд ли это к релизу относится. Вообще, что такое демо-мод? Он нужен для создания скриншотов, чтобы статус бар был чистеньким. Работу с текстом сильно улучшили, при выделении появилось множество вариантов взаимодействия с ним, а если перемещать курсор, то появляется увеличение слупы, как это сделано в iOS. Появились также новые API для камеры, которые откроют доступ разработчикам к двум или более камерам. Наконец-то, даже Mi A1 с выходом Android 9, наверное, получит нормальное приложение, а не то, что там есть сейчас от MIUI. Ну и, видимо, в Pixel 3 тоже будет два глазка. Также появилась поддержка профиля HDR VP9 и формата HEIF. Первое позволяет смотреть на YouTube HDR-видео в Google-фильмах или других сервисах и устройствах, которые это поддерживают. Второе — сжимает изображение, при этом сохраняя его качество, если говорить простыми словами. Например, в этот формат умеют фотографировать последний iPhone из iOS 11. В помещениях заработала навигация. Даже в тех, где совсем плохо с мобильной связью, новая API позволяет измерить расстояние между мобильным устройством и Wi-Fi точкой. Компания обещает точность от 1 до 2 метров. Ещё добавились разные API для работы с машинным обучением и со сканером отпечатков пальцев, которые в теории смогут принести новые жесты с использованием этого сенсора. Пока всё это сложно проверить. Для параноиков есть хорошие новости. Теперь в режиме ожидания система будет ограничивать доступ к микрофону, камере и датчику приближения. Спите спокойно. Это всё далеко нет. Автозаполнение паролей заработало и в менеджерах паролей. Те, кто использует, явно оценят. Слава тебе Google, что теперь при подключении шнурка и передаче файлов можно одновременно заряжать устройство. Что ещё? Сторонние приложения теперь получат доступ к защищённым элементам системы и NFC. Больше левых платежей. Также появилась функция анализа мобильной сети. Если сеть перегружена, то не особо важные данные будут загружены потом. На смену классу Bitmap Factory пришёл Image Decoder, обеспечивая лучшее лекодирование, масштабирование, постобработку и поддержку анимированных приложений и ещё чего-то. Ура! Улучшили режим DOS, функцию App Standby, в общем телефон должен батарейку держать дольше. Есть изменения в среде ART, скорость приложений выросла, потребление уменьшилось. Плюс, если какие-то приложения написаны на языке Kotlin, они будут работать быстрее. Славься Kotlin! Bluetooth. Появилась возможность подключения до пяти устройств одновременно. Шах и мат Samsung. Функция постоянно активного дисплея тоже изменилась, теперь есть процент заряда и уведомления показываются по центру экрана. Ещё при отображении видео в режиме картинка в картинке можно перейти к настройкам данного приложения. Ну и последнее, при вводе графического пароля посторонние его не увидят, потому что рисунок исчезает за вашим пальцем. Умно! Теперь всё. Вы сами увидели, как работает Google и изменяется Android. Реально очень много всего нового и, что самое важное, всё действительно полезно. Напоминаю ещё раз, что это первая девелопер превью. Большинство функций к релизу останутся и станут ещё лучше, что-то, конечно, вырежут, изменят внешний вид и доработают. В целом, пока сейчас всё нравится, с нетерпением ждём релиза и не рекомендуем ставить бетку хотя бы до третьей версии. Мир. Почёс, почёс. А у меня там сзади нет, не торчит, а то качается стол. Ну стоп.